Здравствуйте, меня зовут Сальников Олег Георгиевич, член Центральной и предметно-энергетической комиссии по химии, кандидат в химических науках, город Новосибирск, Новосибирский государственный университет. Сейчас мы с вами разберем задачу 11.4. Так, начнем. Здесь задача речь идет о получении вещества Х земленичного альтегида. Сложность заключается в том, что все вещества на схеме зашифрованы, нужно их определить. Ну, логично начать с вещества А, что мы с вами про него знаем. Это распространенные вещество, газообразное при нормальных условиях. То есть, видимо, это какой-то легкий углеводород, потому что обычно углеводороды у нас из органических веществ газообразные. Теперь, что касается того, какие у нас есть подсказки для определения вещества А. То есть, из него получают вещества В и Ф. Условия этих реакций не даны. Однако, дальше вещество В реагирует с бромом в присутствии феррум бром-3. Это характерные условия для электрофильного ароматического бромирования. что касается реакции вещества Ф, которое дает вещество Ж, то это окисление кислородом в присутствии хлорида меди, хлорида палладия. Это характерные условия для вакерпроцесса. Вакерпроцесс у нас в промышленности используется для получения ацетальдегита из этилена. Таким образом, из вещества А можно получить с одной стороны этилен, а с другой стороны можно получить какое-то ароматическое вещество. Тогда логично предположить, что А это у нас цетилен. Из ацетилена можно получить вещество В бензол нагреванием над активированным углем до температуры 450 градусов Цельсия. С одной стороны, с другой стороны можно получить этилен, например, гидрированием на отравленном катализаторе. 1-2-4, ахинолин. Так, это вещество Ф. Так, далее. Вещество Б у нас с взаимодействием с бромом присутствует. Сефиром Бром-3 дает бромбензол С. Он при взаимодействии с магнием диэтиловом эфире дает нам реактив глиньяра. Далее он реагирует с существом Ж, которое у нас идет в нижней части схемы. Так, тогда мы всегда вернемся. Значит, Ф у нас окисляется кислородом. До ацетилендиида. Это вещество Ж. Так, значит, тут у нас дальше. Взять реакция финирмагнипромедосоцетальтигидом. Следующий кислотной обработкой. Чем вот такой спирт. Это вещество Д. Так, далее этот спирт у нас реагирует с метилсульфоксидом. Присутствие оксалива хлорида. Это первая стадия. Вторая стадия добавления триэтиламина. Это у нас реакция окисления по Сверну. Окисление спирта в карбонильные соединения. Таким образом, Е это ацетафенон. То есть, можно догадаться, если мы знаем реакцию Сверна и ее условия. Если мы не знаем, то можно воспользоваться приведенными в условии побочными продуктами реакции. То есть, видно, что там у нас, если составить матбаланс... Давайте мы это запишем отдельно. Так, значит, Д это у нас такой вот спирт. Геродиметилсульфоксидом с оксалилхлоридом с двумя эквивалентами третьего амина. Получается иметилсульфид СО, СО2, два эквивалента рида третьего аммония. Так, ну, если мы начнем составлять матбаланс, то мы заметим, что он соответствует чиплению двух атомов водорода. Что говорит нам о том, что произошло окисление спирта в карбамильное соединение. Так, теперь давайте продолжим нижнюю часть цепочки. Ацетальдегид у нас окислялся далее кислородом в присутствии марганца 2+, при 60 градусах. Но логично, что у нас ацетальдегид может окислиться до уксусной кислоты. Видимо, здесь приведены промышленные условия. Вот, значит, уксусная кислота это вещество H. Так, давайте дальше смотреть. Значит, уксусная кислота реагирует с хлором в присутствии каталитических количеств уксусного ангидрида. Образуется, да, это первая стадия, вторая стадия тиловый спирт, кислая среда. Образует соединение И, для которого дана массовая доля хлора. Но реакция уксусной кислоты с хлором, по-видимому, приводит к образованию хлоруксусной кислоты. А последующая стадия это итерификация хлоруксусной кислоты. То есть логично предположить, что вещество и имеет вот такую структуру. Давайте проверим, совпадает ли это с массовой долей хлора. Ну, можно сделать обратный расчет, что, допустим, мы содержим один атом хлора и найти его малярную массу. Значит, 35,45 поделим на 28,92. Получится 122,6. Так, ну, если посчитать малярную массу тилового эфира хлоруксусной кислоты. То мы увидим, что она сходится с этим значением. Таким образом, все верно. И действительно является тиловым эфиром хлоруксусной кислоты. Так, теперь вещество Х у нас получается при взаимодействии вещества ИСЕ. И это у нас, напомню, был ацетафенон. Вещество гидрида натрия. Ну, здесь сходу довольно сложно сказать, что получится. Потому что гидрид натрия — это основание. Он, видимо, депротонирует либо ацетафенон, либо эфир И. Что-то одно из них. Получается анион, который атакует нуклеофильно другое соединение. То есть происходит какая-то реакция конденсации. Не очень понятно, как выглядит продукт. Давайте мы попробуем посмотреть на альтернативный способ получения Х. И это нам поможет понять, что происходит в ходе этой конденсации. Значит, начнем с вещества J. J является ближайшим гомологом ацетилена. Значит, J — это у нас пропин. Пропин взаимодействует с бутиллитием. При этом он депротонируется по терминальной тройной связи. Дальше бутиллитием взаимодействует с таким вот соединением. А не бутиллитием. Образующиеся литий-органическое соединение из пропина. В результате этой реакции у нас происходит нуклеофильное замещение хлора. Таким образом, вещество К должно выглядеть вот таким вот образом. Следующая стадия восстановления водородом на отравленном палладьевом катализаторе — это восстановление тройной связи, двойную. В результате получаем следующее вещество — L. Далее у нас идет реакция кросс-сочетания L с невборной кислотой. Присутствие кислорода комплекса палладия, ацетата палладия. Так, ну это у нас вариант реакции кросс-сочетания. В общем-то, нам приведена структура продукта в схематичном виде с заместителями R1 и R2. Так, ну что это у нас за заместители? Здесь, возможно, два варианта. Первый вариант, что R1 и нас — это метил. R2 — это, соответственно, сложная эфирная группа. И, возможно, обратный вариант. Вот такой. Так. Ну и что-то из этого является веществом M. И последняя стадия — это окисление M метахлорно-бензойной кислотой, МЦПБА. Ну, это МЦПБА окисляет алкенов эпоксиды. Таким образом, вещество X должно быть эпоксидом, судя по этой стадии. Так. Теперь давайте разберемся, в каком положении у нас находятся заместители. Значит, альтернативный способ получения X — это конденсация вот этого эфира хлоруксусной кислоты с ацетафеноном. Ну, мы видим, что роматическое кольцо содержится в ацетафеноне. Собственно, если смотреть на углеродный скелет, то понятно, что вещество M имеет первый предложенный нами вариант структуры, потому что во втором варианте структуры метильная группа находится не там, где нужно. То есть, вот этот вот фрагмент, давайте мы его сейчас цветом выделим. Вот эти атомы углерода у нас пришли из ацетафенона, а остальные атомы углерода пришли из эфира хлоруксусной кислоты. В результате их конденсации. Таким образом, значит, вещество M, структуру его установили. Давайте сразу напишем структуру вещества X. Вот это выглядит таким образом. Теперь давайте напишем механизм конденсации веществ E и E, который приводит к нашему продукту. Механизм там следующий. Вначале у нас эфира хлоруксусной кислоты. Действие гидрида натрия. Эти протонируются. Обязывается карбанион, который нуклеофильно атакует карбанильную группу ацетафенона. Образующийся анион внутримолекулярно замещает атом хлора по СН2 механизму с образованием эпоксида. Получается вещество X. Называется это реакцией Дарвена. Таким образом мы установили структуры всех представленных на схеме соединений. Вещество X, хотя и называется земляничным альдегидом, оказалось вовсе не альдегидом, а эпоксидом. Да, для X у нас дана брутоформула C12H14O3. Можно убедиться, что она совпадает с тем, что мы здесь изобразили. Это у нас один из возможных способов решения задачи. Есть и другие варианты. В частности, здесь мы в ходе решения использовали знания реакции Вакер-процесса, что может быть известно далеко не всем участникам Олимпиады. Поэтому давайте посмотрим, как мы еще можем подобраться к расшифровке каких-то из представленных на схеме соединений. Значит, здесь можно воспользоваться данными озонолиза алкена Y. Значит, что мы знаем про алкен Y? Запишем другой вариант решения. Олимпиады Продолжение следует...